Памятник Михаилу Михайловичу Гайдукову вернулся на историческое место, в Казанский женский монастырь. Находка датируется концом 19 века и представляет как историческое, так и религиозное значение. Гайдуков был рязанским купцом и, скорее всего, меценатом. Памятник ему стал одним из трех надгробий, которые передали монастырю в середине апреля. История вот этих двух памятников, других, пока неизвестна. Устанавливается, где они, на каком кладбище были установлены. Но я думаю, что это не так важно, потому что сейчас они здесь. Мы молимся о этих людях, записали их синодик. И главное, что сохраняется о них память. Их обнаружили во время уборки на старом складе Союза художников. Надгробия были завалены мусором. Скорее всего, их привезли для переработки на материал для скульптур. А потом просто забыли. Теперь три памятника рязанским купцам установлены в некрополе Казанского монастыря. В этом году исполняется такая скорная трагическая дата, столетие закрытия монастыря и разграбление в некрополе. Это случилось в августе 1919 года. И на месте монастыря был открыт один из первых постлагерей советского периода. Именно в тот период захоронение на территории монастыря разграбили. Многие из них были уничтожены. Среди них памятники именитым горожанам, игуменьям, сестрам, благотворителям. Захоронения здесь происходили с 1793 по 1919 год. Они окружали монастырь как с правой, так и с левой сторон. Некрополь начали восстанавливать лишь в 2008 году. Сейчас на территории монастыря менее 20 надгробий. Среди них памятник историку графу Михаилу Батурлину, который сохранили обычные горожане. Видимо, люди, которые знали это имя и решили спасти от поругания дальнейшего. И перенесли его на территорию художественного музея нашего. И несколько десятилетий во дворе художественного музея этот памятник находился. После открытия монастыря, а это произошло в 2006 году, памятник вернули на историческое место. Продолжается и восстановление некрополя. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».